Всем привет! С вами снова Сергей Романов. И это мое видео от программирования в среде кода SIS. Я так решил снять несколько видео о таких тонкостях и таких тонких моментах. Не для начинающих, а для таких уже может быть среднего уровня программистов. Это видео о том, как создать функцию времени с памятью. То есть, допустим, у вас есть какой-то временной интервал, и процесс идет в этом временном интервале. И если вдруг он прервался по каким-либо причинам, я сейчас скажу, какие могли бы быть причины. И когда мы его остановили, он начал со стой точки, где он закончился. Но ведь один пример стоит тысячи слов, не правда ли? Давайте я познакомлю вас с моим последним проектом, где я это использовал. Значит, здесь вы видите эту визуализацию этого проекта. Вот существуют какие-то емкости для химии под металл, под алюминий. Две емкости для промывки под воду и как бы органы управления. Сейчас программа запущена в режиме симуляции. Значит, у меня горят ошибки того, что у нас нижний уровень в баках отсутствует. Давайте симулируем то, что как бы вот вода поднялась до нижнего уровня. Посмотрите, все ошибки ушли. И я вот как бы здесь обратную связь включения насоса включу на будущее. Перейду в автоматический режим и запущу процесс. Смотрите, процесс запустился. У меня сейчас идет качание дренажа, то есть поливка металла. Здесь вы можете видеть сам процесс. И вот обратный отчет. Предположим, что у нас идет-идет и вдруг химия кончилась. Вот она остановилась. И мы хотим, чтобы у нас процесс остановился вот тут вот. И когда мы долили химии там, все исправили, она автоматический раз и пошла. Или, допустим, у нас температура упала ниже уровня. Опять же, мы видим ошибку и у нас какая-то дальше проверка идет. Мы бак подогрели, опять запустили, опять все работает. Или же, допустим, насос выключился. Допустим, это авария насоса по отключению потока. Он перегрелся или что-то там еще случилось. И опять, что нам сбрасывает всю программу. У нас уже химии залиты все трубы. Если мы сейчас ее сбросим, нам нужно будет выкачивать их, осушивать, чтобы заново запустить новый процесс. И как мы только восстановили работу насоса, смотрите, у нас опять время же пошло. Именно вот созданием подобной функции мы с вами и займемся на этом видеоуроке. Так что подписывайтесь на мой канал и скоро, очень скоро я выпущу видео о том, как я автоматизировал вот эту вот мойку металла химии перед порошком покрытия. Давайте перенесемся в мой компьютер и я покажу, как я решил подобную задачу. Откроем среду разработки КДСИС и создадим проект. Я выбираю стандартный девайс, который здесь выбран по умолчанию. Его будет достаточным для того, чтобы проверить, как все работает. Я начну программировать с Continuous Function Chart, но вообще-то мы будем писать этот функциональный блок на языке ladder. Здесь также я хочу показать небольшую разницу между языками и почему один язык предпочтительнее в некоторых моментах, чем другой. И на нем, например, удобнее решить одну задачу на одном языке, чем на другом. Итак, давайте использовать сейчас Continuous Function Chart. Сначала давайте решим эту простую примитивную задачу. Для начала давайте посмотрим, как работает простой таймер. Итак, я создал простейшую схему. Это таймер с задержкой времени. Это кнопка Start. Время, которым мы будем работать. И выход на мотор. Посмотрим, как это работает. Перейдем в режим симуляции и запустим наш проект. Итак, мы смотрим, что время идет. И на выходе ET мы видим данное время. Если же мы остановим, то время полностью остановится. Когда мы запустим таймер второй раз, то время начнет отчет, опять же, с самого начала. Первое, что мы захотим сделать, это, наверное, сохранить время при его остановке. Давайте попробуем это сделать. Для того, чтобы это сделать, нам нужен новый блок. Это блок условия. Условия, при котором произойдет само сохранение. И когда же оно произойдет? Произойдет, но тогда, когда кнопка Start не будет отпущена. Значит, мы соединяем AND и переворачиваем. Значит, если не кнопка Start. При этом таймер не должен быть закончен. А таймер подаст сигнал True на выход Q, когда он закончится. Значит, если еще выхода Q нету, а значит, мы еще инвертируем этот выход. То есть, если Q не вышел, и если Start был отпущен, то в этом случае мы производим сохранение. Для того, чтобы сохранить значение, нам достаточно будет простого блока A. Это блок сложения. Но, чтобы нам его запустить, давайте добавим в него выходы и входы EN. Значит, когда сработает условие, сюда подастся сигнал, и произойдет сложение. Для того, чтобы нам сложить две единицы, нам нужно сложить следующее. Это взять с Tone1 выход текущего состояния. И я создал еще одну переменную, назвал ее TimeWork. Это время, которое мы уже работали. И это все мы складываем в текущее состояние нашего счетчика, прислоняем ему TimeWork, так как мы не определили, сколько оно будет, естественно, нулю. Значит, первая остановка прибавится к нулю и так далее. И сохраняем его в ту же самую переменную. Вот мы как бы решили первую задачу сохранения. Но смотрите, что здесь происходит. Давайте мы в первую очередь отсортируем нашу сортировку в согласии с потоком. Значит, вот у нас первый блок срабатывает, второй, третий и четвертый. Теперь, если мы запустим этот блок, то он никогда не будет работать. Давайте мы это проверим. Подаем сигнал True. У нас начался отчет. Здесь отчет идет. Давайте остановим. После остановки мы видим, что у нас время 0. Оно не сохранилось. И как раз таки здесь мы увидим, почему язык LADER здесь будет более предпочтительным. Смотрите, что происходит сейчас. И это важно понять в самом начале. Когда мы выключаем кнопку Start, то вот эта функция, она срабатывает. Все правильно. То есть кнопку Start мы выключили, и выход Q еще не подан. И да, это условие срабатывается и подается на Add. Но так как мы выключили блок таймера, то текущее время оно уже равно нулю. И здесь оно будет равно нулю. Поэтому 0 прибавится к нулю, и получится 0. Для того, чтобы нам сохранить время, вот эта вот группа, вот эта вот группа должна сработать прежде, чем сработает таймер. Давайте посмотрим, что будет, если я возьму order таймер и отправлю его назад. То есть он будет четвертым. То есть сначала будет сравнение протекать, потом будет назначение происходить, а только потом отключится таймер. То есть когда мы выключим Start, этот блок сработает, он уже будет видеть, что старта нету. Но он будет видеть, что времени нету. Но это произойдет, потому что таймер еще не отключится, и его текущее время здесь будет равно чему-то. Поэтому время должно сохраниться. Итак, давайте проверим, как это работает. Итак, мы видим, что время на выходе у нас идет. Вот уже 3 секунды. Давайте попробуем остановить. И вуаля! Мы видим, что у нас во время работы записалось текущее время. Давайте попробуем еще раз запустить. Время идет дальше. Еще раз остановили. И время прибавилось, исполняемое к тому, что уже было здесь. Итак, мы видим и понимаем, как сохранить время. Но также мы видим, что будет совсем неудобно, когда мы будем всякий раз сбрасывать порядок в согласии с тем, как текет дата, у нас постоянно будет сбрасываться и будет работать некорректно. Именно поэтому мы сейчас перейдем и создадим то же самое на языке ладер. И на языке ладер мы сможем полностью и правильно управлять, как и в каком порядке будут запускаться те или иные функции. Давайте создадим новый функциональный блок на языке ладер. И назовем его ToneMem. Как входные переменные, я добавлю точно те же переменные, которые добавляются и в стандартный таймер Tone. А как выходные переменные, я добавлю также стандартные переменные стандартного таймера Tone. Но также в дополнение, чтобы мы могли видеть потом на демонстрации легко, я также добавлю то время, которое у нас будет остаточное. Называется оно TimeWork. Просто я сделаю эту переменную внешней. Значит, давайте начнем с того, что я сейчас размещу брок таймера на нашу программу. Так, таймер. И так, если, значит, у нас включен входной сигнал IN. В качестве времени мы не будем использовать то время, которое устанавливается в системном блоке, но мы будем использовать определенное расчетное время. Сейчас пока у нас его нет, но я создам заранее эту переменную. Назову ее TimeTask. Переменна типа Time. И EstimatedTime, то есть время оценочное до конца работы блока или работы блока, я передам на выход в ту же самую переменную с тем же именем ET. Теперь давайте еще я передам переменную Q также на выход Q. Возьмем переменную Q из нашего блока Tone и отправим ее на выход. Вот, в принципе, это наша копия. Теперь давайте ее расширять. Для начала давайте рассчитаем расчетное время. Для этого добавим новую сеть и добавим селектор. Значит, мы будем выбирать время из двух разных вариантов. Если у нас включен питание на вход или нет. Если же у нас IN равно 0, то и мы вернем время равное 0. А если же сигнал IN у нас существует, то нам нужно рассчитать время, исходя из исходных. Для этого давайте добавим еще один блок. Это будет блок SUB. SUB это сокращение от английского слова SUBTRACT, то есть вычитание. И мы вычтем из установочного времени время, которое таймер уже отработал. И эту штуку передадим на нашу новую переменную TIME TASK. Итак, все у нас уже здесь как бы установлено с новым временем. А теперь давайте сделаем защелку. Защелку сохранения памяти. Для этого добавим еще один NETWORK. Добавим два условия. Это IN. Как мы уже знаем из нашего прошлого примера из CONTINUUS FUNCTION CHART. Здесь я использую блок, который имеет входную переменную EN. Итак, смотрите, что здесь происходит. Прежде чем сработает наш таймер, когда отключится у нас питание на наш таймер. И время еще у нас не окончилось обсчета. Значит, тон еще не выключился. Таймер тоже еще не выключился, потому что мы не перешли к следующей строке. Значит, на estimated TIME у нас все еще существует. Поэтому произойдет эта операция сложения и у нас перейдет к следующему блоку. Следующий блок отключит таймер и переставит ET в 0. Так как при отключении этой штуки у нас и TIME TASK также переведет в 0. Правильно? А это время останется здесь запомненным. Но в этом случае у нас блок, когда он будет отключен, вот эта полоса всегда будет срабатывать. Чтобы она всегда не срабатывала, а срабатывала только один раз. Чтобы не загружать контроллер от лишней работы на каждом цикле, чтобы он не производил расчет. Ошибки не будет, потому что estimated time будет 0, и мы всегда будем прибавлять 0, как бы время time work останется тем же. Но при постоянной работе мы будем загружать сам процессор. Чтобы этого избежать, давайте поставим дополнительный блок. Это R3. Что сделает этот блок? Когда сюда подастся сигнал, то он пошлет единичный импульс, равный одного цикла PLK. Таким образом у нас все сохранится, но на каждом цикле обработки происходить не будет. Это такая экономия ресурсов самого контроллера. Итак, мы сделали нашу основу. Но у нас есть еще кое-что. Как вы видели, время работы постоянно сохраняется. Когда наш таймер закончил работу, нам нужно сбросить его в 0. Поэтому давайте добавим еще один network. Если на выходе появилась Q, используем функцию move для того, чтобы передвинуть нулевое время. В блок TV очень редко, но иногда бывает такой момент, когда у нас сохраняется память, и мы не достигли до Q, потом как-то у нас что-то там сбросилось, и потом опять начался расчет, и у нас опять прибылось к времени, и каким-то образом TV она становится больше, чем время уставки. И тогда мы попадаем в такой цикл, когда у нас никогда не произойдет не окончание программы, и никогда не произойдет вот этого сброса. На такой случай, а у меня такие случаи были в процессе работы, я сюда дописал специальный код, который помогает с этого избавиться. Я его сделал таким образом. Добавляем новую подсеть, добавляем блок, если есть входной сигнал, здесь мы назначим новую переменную Reset1, а здесь мы введем переменные. Если когда-либо время работы будет равно или превысит время уставки, то мы произведем сброс. Добавим еще одну сеть и производим ту же самую операцию. Передвигаем в переменную TV значение равное нулю. Ну вот и все, наш блок готов, давайте попробуем его испытать. Перейдем в главную программу и добавим его на нашу палитру. Добавим переменную Start типа Boolean. Теперь добавим переменную установки время, допустим секунд на 20. Назовем переменную Q, допустим мотор. Добавим Estimated Time и Time Work по аналогии. Итак, наш блок готов к проверке. Запустим наш блок. Мы видим, что у нас пошел отчет времени. Estimated Time 3, 4, 5 секунд. Давайте попробуем остановить блок. После остановки мы видим, что в момент остановки время сохранилось. Это 9 секунд. Значит, примерно ровно столько же, 10,5 секунд еще осталось работы. Давайте проверим. Опять запустим блок. И мы видим, что блок продолжает работать еще других наверное же 8 секунд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. 10,5 секунд он проработал и на этом он остановился. Если мы остановим блок и заново его запустим, то мы видим, что у нас заново пошел отчет. Мы можем его опять остановить, потом можем опять запустить и опять остановить. Таким образом мы можем останавливать его 5, 6, 7 раз и он будет продолжать работать и будет продолжать перезапускать себя, пока не дойдет до самого конца. Вот таким вот образом. На этом как бы все. а в следующем видео мы с вами добавим сюда еще один выход, который будет от 1 до 100 показывать как бы в процентах сколько процентов работы он уже выполнил. Это удобно использовать, если вы используете какие-нибудь панели текстовые, где вы хотите в графике показать сколько осталось времени. И также это удобно для того, чтобы самому наблюдать сколько в этом процессе еще времени. так как estimated time and time work не дают нам полного об этом представления. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Еще хочу сделать одно небольшое объявление. Я открываю свой канал на Перископе. Те, кто пользуется Перископом, можете найти меня там. У меня там точно такое же имя, как и в YouTube Сергея Романа. Как только я наберу 100 подписчиков в Перископе, я начну вещать подготовленные видео, как можно сжатые, насколько я могу их сжато делать, и полные информации, то в Перископе я буду как бы выкладывать свои будни, когда я пощаю какие-то объекты, каких-то клиентов, пытаюсь что-то починить, я буду показывать в Перископе сталкиваться с какой-то автоматикой новой или еще с чем-то. Я буду в Перископе это все показывать и освещать. Так что подписывайтесь еще и на мой Перископ. Так что всем до встречи, до следующего видео, пока.